Сегодня мы поговорим о том, как снаряжать патроны 410-го калибра. Точнее, что для этого нужно приобрести и какие условия создать. Я не являюсь каким-то профессионалом при лоудинге, вообще только-только этим начал заниматься, поэтому мои советы не будут касаться того, как правильно производить сам процесс снаряжения, а вообще, что для этого нужно сделать и какое оборудование приобрести, какие затраты вас ждут и какие сложности могут возникнуть в этом процессе. Вообще, канал по биологии. Кто не знает, это так для моих подписчиков просто ознакомиться с процессом перезарядки 410-го калибра. Поэтому, если в комментариях появятся профессиональные охотники, профессиональные стрелки, я понимаю, что у вас очень много разных ценных комментариев на этот счет, но, пожалуйста, не нужно их уплескивать гневно и какие-то там давать советы. Для того, чтобы научиться по-настоящему хорошо переснаряжать, то есть улучшить свои навыки, конечно, лучше пройти в профессиональные каналы, которые этим занимаются. Я же со своей позиции, как умею, объясню, что это, зачем и какие нужны вначале приборы, какие затраты, какое оборудование. Поехали. Не знаю, насколько это актуально, кому будет, но когда я только начинал попытки, точнее, даже не попытки, когда я только начал думать о том, чтобы переснаряжать гильзы, патроны в смысле, 410-е, я до этого 12-е не переснаряжал, хотя у меня были наборы и все прочее, но этим не занимался, потому что, ну, практически не стрелял из него. А вот в 410-е стреляю, и поэтому задался мысль делать их подешевле. Но что для этого приобрести, я понятия не имел. Я пытался нагуглить, какие нужны вещи, где их купить, потому что они все продаются по отдельности. И, в общем, я сейчас расскажу, какой нужен минимальный набор, чтобы своими руками из вот этих вот составляющих компонентов собирать полноценные нормальные патроны. Ну, во-первых, вам нужны сами составляющие этих патронов. То есть, отдельно вы приобретаете гильзы, ну, или используете свои старые стреляные. То есть, вот просто обычная пустая гильза. Она состоит либо из пластикового, как в данном случае, либо из металлического. Сейчас под рукой нету, где-то надо искать. Где-то есть эти техкримовские металлические гильзы. Но главное, что вот это вот у них у всех присутствует донс. У металлического она как бы интегрирована с самой гильзой, а пластиковая в него вставлена. И вот в это донсе помещается капсюль воспламенения для того, чтобы, собственно, потом поджечь порох. Данный капсюль уже стрелянный, что можно увидеть по вдавленному центру. А вот тут лежат свежие капсюли, которые сейчас мы будем вставлять. Значит, понятно, нам нужны гильзы, нам нужны капсули. Нам нужен порох. Порох подбирается в зависимости от патрона. Тут я ничего говорить не буду. И нужны, естественно, пули, которые будут лететь после выстрела в цель. Пули бывают свинцовые, с рубашкой, без рубашки. Full metal. В общем, пуль очень много. Можно просто свинцовые шары использовать обычные, нужного калибра. Это что касается комплектующих. Чтобы из этого всего и пороха собрать полноценный патрон, который сможет стрелять. Теперь что для этого нужно? Во-первых, вам потребуется вот такая вот штука. Она называется UPS. Вот этот, по-моему, UPS-7, если не ошибаюсь. То есть, грубо говоря, пресс, которым вы будете все остальные действия выполнять. Первая операция, которую вам нужно будет совершить со стрельной гильзой, это вытащить из нее капсюль. Капсюль вытаскивается в площадь до консулятора. Для того, чтобы воспользоваться этим UPS-ом, вам нужно приобрести набор, который называется вжиг-обжим. Он состоит из вот этих вот деталей. Вот все, что я сейчас ставлю на зеленую площадку, это покупается отдельно от UPS. Вот раз, два, три, четыре и пять. А здесь для чего не нужно? Сейчас все объясню. Мне это было совершенно непонятно, но, в принципе, все просто. Смотрите, вот эта штука, мы ее вставляем, вот, накручивая на болт. Там болт, в общем, внизу стоит. На нее мы надеваем вот эту штуку, донсом с проточкой вверх. Ну, это совершенно не важно. В общем, ничего не нужны, в принципе. Надеваем вот так. После этого, вот это кольцо, оно имеет, как бы, конусообразную форму. Вот с этой стороны оно получается шире, с этой поуже, не помню. В общем, вот так мы ее декапсулируем и заодно обжимаем ее донс. Донсу нужно обжимать для того, каждый раз перед срежением, чтобы в следующий раз патрон у вас просто зашел в патронник. Потому что при каждом выстреле латунный донс слегка раздувает. И поэтому каждый раз нужно, как бы, его калибровать. Для этого мы помещаем патрон сюда. Если бы здесь был капсуль стрелянный, то после этой процедуры он бы просто вышел. Ну, в любом случае, делаем вот такое вот действие. И до конца, с усилием, загоняем туда. Я удобно одной рукой. Поставлю на что-нибудь. Вот. После этого нам нужно эту всю приблуду с гильзы снять. Снять. Просто пальцами этого не сделать. Она там вжата. Поэтому мы снимаем вот это кольцо. Надеваем гильзу на декапсулятор. С надетой этой штукой. И вот зачем нужна вот эта вещь. Чтобы снять обжимное кольцо. Только для этого. Специально отдельно латунная штучка нужна. Вот такая вот. Вот. С значением четырех деталей из пяти мы разобрались. Теперь вам потребуется вот эта вот штука. А, это и есть декапсулятор. Ладно, бог с ним. Теперь вам нужно туда засадить капсюли. После этого насыпать пороха. И закрутить носик гильзы специальным инструментом. Который тоже нужно приобрести. Вот такая вот штука. Это называется... Я забыл как. Напишу. Вкручивается шуруповерт. И патрон завальцовывается. После этого он готов к стрельбе. А, я вспомнил, зачем нужна эта деталька. С выемкой в центре. Его можно использовать как декапсулятор. Но в УПС-7. Вот здесь вот. Здесь уже как бы встроена это... Блин. Встроена такая дырка. Отверстие. Вот. И им можно не использовать эту деталь. Как это называется правильно? Сейчас скажу. Впрессовывающий стаканчик. Можно прям сразу головкой нажимать. И капсюль будет выходить. А вот этой штукой капсюлью новой выдавливаем. Точно. И вот самый сложный этап подошел к концу. Мы сделали... Я сделал... Декапсулировал и обжал 40 гильз. 4 десятых. Сейчас нам нужно будет, соответственно, сначала капсулировать их новыми капсулями нестрельными. Вот они лежат. Пакетики. Тут, наверное, нет. Хотя, может, есть. Потом засыпать порох. И... Закрутить. Да, слово забыл. То есть для того, чтобы... Капсюлировать. Что надо сделать? Для того, чтобы... В принципе, этот этап можно вообще проводить и без специального УПС. Можно просто... Не знаю. Сейчас покажу, как мне надо делать. А потом, как надо делать. Вот по идее, да? То есть все, что надо сделать, это вставить капсюль в эту дырку. Вот у вас капсюль, вот дырка. Ну, что вам мешает? Просто вот... То есть каким-то макаром вот так вот его вдавить. В принципе, так тоже можно. Но лучше все-таки использовать УПС. Потому что так будет ровнее. И так будет четче. Значит, для того, чтобы капсюлировать, мы снимаем декапсулятор. Нам больше не потребуется сегодня. Потому что мы больше не будем декапсулировать. Помещаем снова вот эту же деталь сюда. А вот это вот кольцо, которое до этого было обжимным для донца гильзы, мы переворачиваем. До этого оно стояло вот так. Прорезью вниз. А теперь ставим его прорезью вверх. Почему? Сейчас покажу. Помните, я сказал, оно разное по диаметру, да? Вот мы вставляли его вот так вот надевали на гильзу. И она довольно туда плотно заходила. Мы ее снимали с усилием. А если мы вставим вот так, то она просто залетит. И, соответственно, для чего это нужно? Для того, чтобы у нас просто гильза находилась в ровном положении. После этого мы берем вот этот вот шпенек. Смотрим, чтобы все было ровно. И с маленьким усилием. Тут практически его не требуется. Вставляем капсюль. Все, гильза капсюлирована. Делаем так 40 раз. Ну вот, гильза капсюлирована. На это у меня ушло каких-то минут, наверное. 15 или 20. Я постоянно откликаюсь на телевизор. Время, 16 показывает. Вот. Больше нам УПС не нужен. То есть давайте еще раз, пока пробежимся, что в итоге я купил из приблуды, да? Чтобы снижать патроны. Я купил три позиции. Три. В трех магазинах. В интернет-магазинах. То есть в одном мы покупаем УПС. Вот он. Вот сейчас он. То, что есть вот эта фигня. Вот это вот УПС. Без вот этих вот латунных штук. В другом магазине я купил так называемый вжик-обжим. Вот. Сейчас я его покажу. Вот он. Туда в комплект входило, кроме инструкции, как раз вот эти вот пять штучек. Вот они. Вот мы с ними разобрались и с ними работали. Да? Это вторая позиция. И третья позиция, которую я купил в другом магазине, это вот эта вот матрица для обжима пластиковых гильз 410-го калибра. Называется матрица для обжима. Для обжима стальных гильз вам потребуется вот другая матрица. То есть для стальных гильз вы используете вот эту. Вот. Ну, сейчас мы ее не будем использовать. То есть три позиции. УПС. Пресс вот этот вот, короче говоря. Приблуда сама для обжима. Ой, для обжима, извините. Да, для обжима, собственно говоря. Для декапсуляции обжима домца гильзы. И завальцовка. Вот эта вот завальцовка гильз. Три позиции. Все. Значит, обжим нам больше не потребуется. Как я уже сказал, можно его убирать. Так, значит, дальше. Дальше. Кстати, шары, которые можно использовать. Вот. Была мысль использовать резиновые шарики. Но что-то не пошло. Насколько легкие. Вот обычные шары. Шести миллиметровые. А вот гильзы. Затологические вот так вырилят. У меня кто же рвет. Ну, можно обрезать. И дальше. Ну, с ними больше геморроя. Пластиковые поинтереснее для ловода. Вот. То есть капсуля нам тоже больше не потребуется. Как раз хватило. Теперь нам нужно отмерить нужное количество пороха. Это можно делать, конечно же, весами. Но зачем? Если можно использовать специальные мерочки. Вот, например, я как делаю. Я отрезал себе вот такие вот мерки. Из старых гильз сострелянных. Я знаю, что вот эта вот мерка, если я ей зачерпну доверху, наполню без горки, это будет 0,25 грамма пороха, сокола. Такой вот гранулярности. Если я вот этой отмерю, то это будет 0,5 грамма. Если вот этой, то 1 грамм. Сейчас я не буду извращаться. У меня разные пули. Разные массы. Это 20-граммовая. Вот эти вот... Не помню сколько. А давайте прямо сейчас их при вас все взвешу. Что тут думать-то, господи? Я прямо при вас их все и взвешу. Чтобы голословным не быть. Вот смотрите. Вот эта пуля длинная должна быть 19 с чем-то грамм. 19 с чем-то, ну короче 20 грамм. Вот эта вот экспансивная 13 грамм, считайте. Вот эта вот с таким вот выемкой на донусе, которая должна... В общем, лучше с ним летит 14 грамм. И вот эта вот должна быть 16. Да, почти 16 грамм. Вот пули, то есть разная масса. Пули разной массы. Но я буду использовать для всех для них одинаковую навеску. Ну, почти одинаковую. Буду стараться вот в эти легкие насыпать 0,9 грамм примерно. А вот в эти вот и вот в эти, 16-граммовые, 20-граммовые, я буду использовать навеску ровно 1 грамм пороха. То есть можно было, повторюсь. Давайте покажу. Посыплю, естественно. Вот, смотрите. То есть тарируем 3,6. Насыпаем целую. Трахиваю. Оп, пожалуйста, один... Ну, чуть побольше, ладно. Ну, и вот это мы засыпаем... Мы засыпаем в снаряженную гильзу. Прямо на капсюль. Можно использовать воронку, но... Если вы приловчитесь, то весь порох попадет куда надо. И вот видно, значит, столбик пороха. Что нужно сделать после этого? Ну, как бы, тут логичнее все 40 сначала насыпать, а потом делать дальше. Я сразу покажу с одной. После того, как вы это сделали, нужно патрон запожевать. То есть сделать так, чтобы порох там как можно плотнее оказался сжат. И, соответственно, при выстреле максимально полно сгорел. Можно использовать картонные пыжи и напихивать там всякий линолеум. Но зачем? Если есть современное решение. Есть такая штука. Не знаю, как она называется правильно. Точнее, не помню. Такая колбаска, типа как-то шнур-утеплитель. Как-то так. Из такого вот пеноплекса, что ли, это называется. Он такой упругий. Ну, и, в общем, используется для утепления. Да, для утепления. Стоит в Леруа 10 метров. Что-то там рублей 200, что ли. Вот, отрываем кусок. Он прям пальцами рвется. И запихиваем. Можно сначала пожнуть картоном. А можно этого не делать. Запихали. Все, вот он пружинит. После этого берем, допустим, вот эту пулю. Причем я зумал. Вот эту пулю. И заталкиваем ее. Это не очень просто сделать. Кильза сопротивляется. Но мы все-таки оказываемся настойчивее. И засовываем ее. Да. Вот. Все. И теперь нам нужно вот эту вот часть завальцевать, чтобы пуля не вылетала до того, пока мы не выстрелим. Для этого мы как раз и используем вот эту вот матрицу. Мы вставляем ее в шуруповерт. Сейчас мы вставляем ее в шуруповерт. Вот. Зажимаем шуруповерт. И делаем вот так. Ну, не очень ровно. Ну, в общем, идея в том, чтобы как бы завернуть концы гильзы вовнутрь. И она будет... Горяченькая. И она будет пулю там удерживать. Все. Теперь она никуда не денется, не вытряхнется. Теперь при выстреле. Соответственно, ну, понятно, что при выстреле происходит. Ударяет паек сюда. Капсюль Инициирует возгорание пороха. Порох не взрывается, а дефлагрирует. Выталкивая, соответственно, пыш, он поджимает пулю. И пуля под давлением газов пороховых, которые образуются при сгорании пороха, очень быстро расширяется. Выталкивается из канала ствола. Все. При этом, как бы, кончик вот этот гильза, он обратно выворачивается. И мы снова имеем, что имели в начале. Вот так примерно происходит переснаряжение 4,10 калибра. Да, забыл сказать, что здесь вот есть несколько гильз, которые короче других. Вот, например, вот эта. Короче, чем вот эта. Эта гильза просто стреляная. Эта, по-моему, однократно вообще стреляная. И у нее носик еще не сильно разворотило. А вот эта гильза, или ей просто не повезло, или она же стреляла несколько раз. У нее носик слишком сильно развернуло, порвало. Вот примерно как вот здесь. Вот, только еще сильнее. И пришлось просто ее обрезать. И буду, получается, стрелять коротким патроном. Ничего страшного в этом нет. Сайга, в принципе, их кушает. До какого-то предела нормально, конечно, совсем обрезать. Она уже не сможет. Их нормально воспринимать с подачей будет проблема. Но такого размера вполне еще стрелябельно. Поэтому, таким образом, гильзу можно использовать до 5-6 раз, если она удачно. Все с ней будет хорошо. Теперь, что по цене выходит. Давайте посчитаем приблизительно. Гильза стреляная стоит 4 рубля. Ну, в зависимости от региона. Ну, я заказывал в интернете. 4 или 5 рублей, короче говоря. Пеноплекс, получается, бесплатно. Потому что этот кусок, ну, хорошо. 15 копеек, ладно. Пули разные. Вот эта пуля стоит, по-моему, 11 рублей. Вот эта пуля стоит, по-моему, 8 или 9. Короче, мы считаем, что пуля в среднем 10 рублей. Итак, гильза 4 рубля. Пуля 10 рублей. Пускай, в общем, уже 15. Ну, и самое дорогое, что тут есть, наравне, наверное, с пулей, это порох. Точнее, как самое дорогое. Раньше порох был дешевый. Вот такая банка, Сокол. Можно было ее купить, ну, не знаю, рублей за 300. Да, здесь сколько? Господи, 250 грамм. Короче говоря, грамм рубль был раньше. Сейчас вы такого хрена найдете. Если у кого-то вдруг есть Сокол, блин, есть лицензия, скупайте. Вообще, все, берите. Сейчас продают вот такой вот порох, Ирбис. Ирбис 35, например. Или есть Ирбис 410, специально для 410. Вот такая баночка. Ты сколько? Полкило, по-моему. Да, вроде полкило. Стоит, готовьтесь, 3500 рублей. Па-бам. Вот, то есть, там, в 5-6 раз дороже, чем стоил Сокол. Но я его пока не использую, у меня есть Сокол. Ну, купил, ну, чтобы было просто. Это грабеж, это реальный грабеж. И получается, что, ох, если 3500 грамм... В общем, дорого. В общем, дорого получается. В зависимости от навески пороха, вы можете потратить, там, и 5, и 10 рублей, да, на один выстрел. Вот. Поэтому, ну, будем считать, что 5 рублей. 5 рублей порох здесь. И получается, значит, пули 10, это все 5, 5. Короче, выстрел можно уложиться до 20 рублей. Даже используя дорогой порох. Если порох вы используете с дешевых, старых запасов, а гильзы стрелянные раньше ваши, то, получается, ваш выстрел будет стоить, ну, рублей 10 плюс-минус. Ну, обычно, обычно рублей 20 выходит. При том, что в магазине новый патрон стоит около 50 рублей. Ну, можно, конечно, идти дешевле, можно и за 40. Ну, вот обычно, короче говоря, если переезжать самостоятельно, выходит двукратная экономия. Возможно, даже больше. Если, например, вы пули льете сами. Как вы заметили, пуля – это самая дорогая часть патрона, поэтому пули можно лить сами. Я их заказываю, потому что пулилейки нет. Мне, в принципе, столько много не нужно, чтобы покупать пулилейку. Вот. Ну, и порох. А гильзы – это не особая проблема.